Для кодирования цвета фона интернет-страниц используется атрибут BGColor вот такой-то, где в кавычках задается шестеричное значение интенсивных световых компонентов 24-битной RGB-модели следующим образом. По какому цвету будет близок к своей странице заданным тегом body BGColor 74-74-74. Как и уж принято, сначала поразмышляем, дадим ответ на вопрос, ну а потом, естественно, я вам покажу немного методик, как вот это вообще эффективно можно этот урок использовать. Ну что ж, очевидно, что этот цвет не может быть черным. Потому что черный соответствует коду 0-0-0-0-0. Взглянули 0-0-0-0. Так. И, соответственно, будет код черного цвета. Белый цвет соответствует коду, когда все идет 255-255-255. Вот. И так далее. 255-255. Практически вот. Остается вопрос, какой серый-фиолетовый. Фиолетовый я вычеркнул бы, исходя из той самой специфики, что даже если я не помню, какому цвету он состоит. Но очевидно, что фиолетовый цвет, это такой цвет, где должен быть некоторый перекос. То есть... Так, у нас здесь, допустим, есть какой-то баланс вот этих вот вещей, да? 74-74. То, очевидно, должен быть какой-то цвет более нейтральный, чем какой-то более выраженный. Потому что фиолетовый цвет, это с точки зрения логики, что-то ближе в синюю область должно идти. При всем при этом остальные 100 должны быть меньше. Учтено, да? Ну, это как мы смотрим спектр, который наш глаз воспринимает. И, допустим, в какую область он более близок. То есть синтезивность красной должна быть меньше, зелено меньше, а синего больше. То есть понятно, что фиолетовый цвет должен соответствовать чему-то такому, где какая-то соответствующая часть будет отличный остальник. Но у нас здесь равенство. Поэтому я выбрал здесь серый цвет. Так его отмечаю. Но, в целом, программирование и вообще все, что мы здесь делаем, вещь практики. И поэтому я предлагаю вам самому ответить на этот вопрос при помощи того, чтобы создать простую страничку и посмотреть, что у нас будет в результате. Что ж, открываем контекстовый документ. Так, выберем шрифт побольше. Вот. Ваш шрифт побольше я в настройках нашел. И пишем. Так, переключим язык. HTML. Так, body. BG Color. Равняется. 74, 74, 74. Дальше, что у нас идет. Body закрывается. И можно просто в той качестве HTML. Вообще, вы ответ могли бы получить... А, еще что-нибудь напишу под напись. Ради разнообразия. EG A 14 Ура. Ну, это так. На самом деле, ответ на этот вопрос могли просто получив просто записав только вот эту строчку в тексте документа. Ну, я предлагаю вам такой простой пример создать. Дальше. Расширим это. Вот такой код получился. Теперь идем. Нажимаем файл. Нажимаем файл. Сохранить как. И пишем какой-нибудь там EG. D. EGInF affirm A. 14 HTML При этом... Важно здесь это это расширение чтобы указать HTML и HTML. ẻно.. regинформEST Это набор букв, можно даже написать, что это Вася Пупкин. Суть не важна. Сохраняем. Переходим в ту папку, где мы сохранили эту документ. Нажимаем открыть с использованием, допустим, какого-нибудь, естественно, Google Chrome. Открываем и смотрим, что нам выдаст в результате. Отчего нам Google Chrome выдает, соответственно, нашу надпись. И вот мы все это видим. Вот такой вот у нас, соответственно, получается результат. Кроме всего прочего, чтобы у вас, допустим, когда вы будете создавать сайты, будет возникать необходимость какие-то цвета подбирать. У Яндекса есть очень хороший инструмент непосредственно для создания цветов. И он выводится по таблице HTML цвета. И здесь вы можете набрать, допустим, какие-нибудь там величины типа 74, 74, 74. И сразу будет выдан нужный вам цвет. Сейчас посмотрим. То есть здесь вот наберет 74, 74 как раз, 74, 74. Вот и все. Получаем, что в результате у нас будет цвет мокрого асфальта. То есть серый. Спасибо за внимание. Продолжение следует...